Встреча с Брюсселя Встреча с Брюсселя проходила общенациональная забастовка, был остановлен транспорт, были остановлены предприятия, были остановлены многие другие учреждения, за исключением нескольких больших магазинов. И это было разрешено, потому что право на свободу слова гарантировано и всеобщей декларацией прав человека, и хартии фундаментальных прав Европейского Союза. Это одно из основных требований Европейского Союза. Почему бастуют люди в Бельгии? Да потому что уровень жизни ухудшился и продолжает ухудшаться. Цены растут катастрофически. 40% инфляция в сфере реального сектора, в производстве. 40% на 40% выросли промышленные цены. На полках это еще не так отразилось. Официальная инфляция 5% подорожание. Но это только официальные цифры. Люди видят, как скачут все цены вокруг. Предложение по следующим затратам на топление, на электроэнергию выросло в два раза. И мы знаем, что происходит в Латвии. И происходит это отнюдь не с февраля. Первая наша протестная акция напротив кабинета министров Русского Союза Латвии была осенью, когда мы получили первые повышенные счета за отопление. И некоторые правительства идут навстречу той же самой Франции, где расположено второе учреждение Европейского Союза, где собирается на сессию Европейский парламент. Правительство до конца 2022 года выделяет пособие. Всем, кто получает меньше определенной суммы тысячи евро в виде зарплаты или пенсии. Все получают пособие для компенсации платежей. Наше правительство сделало это выборочно и без гарантии на то, что так же будет происходить в следующем отопитном сезоне. Я не буду долго занимать ваше внимание, потому что попрошу немножко подвигаться. Вот мы сейчас заявили акцию протеста у Рижской думы. У нас в стране есть гарант свободы слова. Это наш президент. Его резиденция находится недалеко. Вот мы тут поместили портрет Эггелса Левица. Давайте напишем ему послание. Напишем коротко. Давайте напишем вот такое короткое письмо из трех слов. Я напишу эти слова и подпишусь первой. Просьба подходить потихоньку и подписаться. Мы ему сразу же отнесем это письмо. Мы будем обязательно бороться за свободу слова, потому что мы все люди. Нам дан язык, нам дано слово, и мы обязаны донести его до наших друзей, и тем самым множить их число и число наших сторонников. Спасибо, Татьяна Аркадьевна. Я хочу предоставить слово Якову Даличу Примеру, человеку, который много раз организовал, вел массовые акции протеста и 15 лет назад, и 5 лет назад. У него гигантский опыт. Ему есть что сказать. Прошу, Яков Даличу. Друзья и товарищи, К сожалению, опьяненные войной в Украине и сель, и правительство, и Рижская дума принимают решения, законы по принципу «Выколю себе глаз, пусть у тещи будет взять кривой». Что это значит? Ну, допустим, они говорят, отомстим Путину, и народ Латвии будет платить в два раза больше за газ, бензин, коммунальные услуги, за продукты. Отомстим Путину, и намылились. Субтитры создавал DimaTorzok